вот так вот ребят вот техническим причинам все закрыто все переезжаем другое помещение потому что здесь срочно пожарники запретили по техническим причинам проводить здесь какое-то мероприятие связано с геноцидом казаков сегодняшний день осознание геноциды даже среди потомков козакова и среди казаков пусть это не очень популярно назовем это такой мягкой большинство либо не знают либо не хотят понимать что же произошло и вот тогда сразу возникает другой вот это осознание как наверное как юридический процесс она возможна представители казачьего народа могут ли в настоящее время используя эти материалы сейчас вашего могут ли они не юридически потребовать признание геноциды как везут есть ли шанс на веке в шоке такого рода сегодняшний день я понял ваш вопрос значит коллега болгарин рассказал о важности это очень хорошая правильная мысль о важности сознания такого научного пула ученых исследований кто не боится скажем так называть вещи своими именами на самом деле мы должны понять что мы сейчас живем в очень странной стране которая на протяжении уже двадцати там с лишним лет все ищет национальную доктрину это было еще при Ельце напряженные поиски национальной доктрины и так эти поиски завершились полным кратом то есть теперь уже национальная доктрина значит это как такой самый короткий анекдот национальная доктрина Российской Федерации анекдот из четырех слов и тот режим который сейчас существует по моему глубокому убеждению мы не имеем в Российской Федерации ни малейшего подобия реальной демократии то есть вот то чем отличались вообще казачьи общества мы понимаем что любая демократия так же как и любая диктатура это в определенной степени условные понятия и понятно что казачья старшина имела большую возможность влиять на какие-то события а обычные станичники меньшие но тем не менее она существовала как элемент национального бытия и как бы элемент востребованности сейчас демократия как таковая в России не существует сейчас существует очень странный режим который я бы назвал если то просвещенным тоталитаризмом скажем этих тоталитаристов нельзя назвать так сказать зверскими тоталитаристами или там какими-то кровавыми они не являются таковыми но тоталитаризм он присутствует и он как бы такой в любой момент он может перейти в любую фазу сейчас он посвященный а завтра он будет кровавым и это легко совершить это очень опасно то есть когда в обществе не существует низовых демократических процедур то всегда есть опасность скатывания диктатуры и мы знаем чем это заканчивается так вот возвращаясь к вашему вопросу это как бы вступление такое небольшое нам крайне необходим полученых которые не боятся говорить своими словами но к сожалению таких ученых очень мало потому что социально-экономическая ситуация в стране такова что гуманитарная наука в Российской Федерации по существу разрушена я сам ученый гуманитарий я преподавал в разных вузах Москвы значит я вам скажу что в значительной степени гуманитарная наука похожа скажем поскольку любые гуманитарные науки они основываются всегда на историческом фундаменте то есть любую гуманитарную науку взять там должен быть мощный исторический фундамент мы должны отвечать на вопросы кто мы что у нас за страна какие наши цели и как их достичь по крайней мере пытаться эти вопросы в Российской Федерации на уровне историков никто не изучает а занимается в основном созданием какой-то такой усредненной псевдо-квази-идеологии который совмещает там буденовку значит папаху шаманский какой-нибудь головной убор и с непонятной национальностью и вот такой поэтому мне кажется что вот пока мы не будем иметь вот этого пула ученых авторитет которые не боялись бы называть вещи своими именами я вот с огромным удовлетворением и с надеждой в известной степени слушал ваш доклад некоторые вещи вы мне открыли которые для меня как бы они в известной степени очевидны а я как-то до них сам не дошел когда вот такой пол хотя бы очень небольшой но внятный будет создан на сегодняшний день существуют международно признанные процедуры я не буду сейчас в это углубляться потому что если я в эту тему углублюсь все скажут что вот значит агент госдепа пришел и начал рассказывать методики как в госдепу обращаться правильно чтобы это было понимаете есть методики которые отработаны вне госдепа вне Соединенных Штатов другими народами в том числе и армянской диаспорой значит и ирландской диаспорой обращение в международно правовые институты признанные во всем мире которые да при определенных условиях внутренней консолидации казахского этносоциума при наличии определенной национальной элиты которые осуществляют свои интересы и готовы их отстаивать эти международно правовые структуры признают 19 казаков и заставят скажем актуальную власть Российской Федерации признать следует это событие либо остаться по ту сторону баррикад там где Сталин там где голодомор там где кровище массовое убийство вот с той стороны по существу сейчас мы находимся вот в таком переломном режиме когда Россия должна все таки принять какое-то кардинальное решение Россия это очень инновационная страна она крайне инновационная причем особенность России заключается в очень быстром переходе от сверх статики к сверх динамике понимаете это объясняется тем что какие-то вопросы не решаются годами они накапливаются потом они просто вставляются как лавина на голову и власть поддержать так вот если бы Российская Федерация сейчас осознана российская власть дистанцировалась от событий геноцида стала бы мотором изучения событий геноцида признала бы события геноцида и отказалась от большевистского наследия сказал мы национальная власть мы так сказать национальное государство сила и внутренняя консолидация Российской Федерации выросли бы сто крат понимаете а поскольку Российская Федерация в лице ее актуальной власти занимается совсем другим она пытается нас всех убедить что наша история это 1941 и 1945 год вот пять лет это вот наша история и на этой основе мы будем снимать значит посмешище типа танка Т-34 понимаете и мне как историку который как дилетант посчитал хотя бы исследование Боротынского известного историко-танковой отрасли он много монографии Т-34 в бою немецкий панцер власть на протиле много серьезных глубоких историй оружием так вот тот кто ознакомиться хотя бы с ее Игорем он поймет что нам показывают ну даже не фальшивно понимаете нам показывают какую-то пародию на американский боевик причем если американскому боевику ты хочешь верить то этому ты верить не хочешь понимаете оно снято так бездарно так значит порочно что верить этому не хочется вот чем занимается Российская Федерация способствует это углублению нет ни способств а отказ от исторического наследия Российской империи и взятие отдельных причем худших моментов из Российской имперской политики сейчас суда включить не лучше а худшего на мой взгляд не укрепляет Россия а мы все заинтересованы в ее укреплении потому что мы сживем так надеюсь что и оборудовании с какой цели будет и мне кажется упорством администрация советская начальная и сейчас такое отношение к казакам проявляют. Дальше был геноцист, сейчас у портов пытаются закон о казачестве принять, закон о реестровом казачестве. Почему именно такое отношение к казачественному народу? В чем причина? Я могу ответить на этот вопрос, у меня есть ответ. Или вы тогда ответьте, или отвечу я. Давайте вы ответьте, если хорошо. Хорошо. Значит, на мой взгляд, причина следующая. Дело в том, что все ключевые фигуры в нынешнем российском руководстве, они либо связаны с бывшим партнераппаратом, либо вышли из самой темной сферы этого партнераппарата, из органов так называемой госбезопасности. Для меня большой вопрос, насколько это является органом госбезопасности. Если бы это были органы госбезопасности, наверное, они что-то бы сделали для того, чтобы Советский Союз сохранил. Своей функцией госбезопасности они на тот период и уходят. А вот свои тоталитарные функции, они продолжают выполнять уже априорно. Значит, как бы у них это заложено в каком-то менталитете, в подходе. Это один момент. Второй момент, почему, на мой взгляд, не признается и казачий народ, и казачьи права. Это не признается в том числе и прежде всего потому, что нынешняя госсистема не заинтересована в реальной демократии. Люди, которые составляют так называемую элиту Российской Федерации, они максимально много в личном плане взяли из нас... То есть они, грубо говоря, перераспределили общенациональное богатство Советского Союза в свой карман. И если сейчас, как бы, вернуться к реальным механизмам демократии, народ занас вопрос через определенные политические рычаги, через определенные политические механизмы, а где это национальное достояние? Его же надо возвращать, а возвращать его никто не хочет. Вот, на мой взгляд, антологическая причина того, о чем мы спросим. И есть, конечно, такая, скажем, историко-ретроспективная причина. Базис Советского государства, он был круто замешан на антиславинизме, на антирусизме и, соответственно, на геноциидальной составляющей по отношению к славянским народам. Признать это сейчас, это означает очень крутой государственный перемен от курса. Эта перемена от курса не может сопровождаться без смены элит, без смены вектора деятельности научных учреждений, без пересмотра очень многих моментов бытия страны. Они это в известной степени, помимо меркантильных собственных конгрессов, они боятся резко охренеть. Ну, если они его не наклинят, то его наклинят и стоит. И тогда уже будет совершенно другая, на мой взгляд, автономность. Я со своей стороны добавлю, что не стоит ограничиваться советским периодом. Царская Россия и царский режим, пожалуйста, давайте начнем. Меры Бориса Годунова экономического характера по противодействию торговым связям Казахстана. Меры, принятые Петром Первым, это действительно геноциид. Между ними было взятие Азова, когда пообещали поддержку и поддержки Невдалингу. Ряд исследователей вообще называют Азовское осадное сидение актом коллективного самоубийства Невдалинга. Это та политика, которая привела к принятию в 1835 году положение об управлении войском гонским, де-факто решила казаков этнического статуса этнических прав. Таким образом, мы видим, что та дата, которую нам пытаются подать за 450 лет служения гонских казаков российскому государству, да если бы только к отцам, в том-то вся и проблема, что не могу я сказать, что Атамат Войкова ВВД Гончаров к отцам. Ну не к отцам, к сожалению, не к счастью. Родный городской город, Константиновской странице, ничего бы с этим не сделали. Можно сказать, что у нас семья вякут, да, но не к отцам. Подпишись! Подпишись! Ставь лайки, пиши комментарии. Пишите комментарии, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»!